Но даже вот такие новости о перестрелке в Одессе, о погодной драме в Измаиле не идут ни в какое сравнение с эпидемической ситуацией в стране. Возвращаются болезни, о которых украинцы, как и все остальные европейцы, уже давно должны были забыть. Сейчас вот корь. Тысячи заболевших, 8 человек уже погибли. Ну а скоро могут быть и дифтерия, и полиэмилит. Почему эпидемии в Украине могут быть настолько масштабными? И есть ли возможности у государства им противостоять? Выясняла Евгения Коваленко. Вирус, который унес жизни уже 8 украинцев с начала вспышки. Страну атакует корь. Умирают и взрослые, и дети. Последний случай. Вчера погиб непривитый ребенок. Только за последние две недели заразились больше тысячи человек. Эта болезнь очень заразная. Если инфицированный живет даже за сотню метров от вас, то с потоками воздуха вы все равно можете подхватить вирус. Это Ивано-Франковская инфекционка. В палате все трое с корью. Ни один ребенок не был привит. Мама маленькой Ирены подозревает, что дочь подхватила инфекцию в больнице. Там они недавно лечили пневмонию. Когда были щепления, мы были хвори. И мы просто пропустили. Не было возможности тогда щепоте. Мама Коли признается, сына не вакцинировала сознательно. Я не имею доверия к вакцины. Вакцина дает разные наследки на организм. И, конечно, ответственность буду нести я. Хорошо, и так буду нести ответственность. Без щепот. Ивано-Франковская область – лидер по заболеваемости корью. С сентября прошлого года здесь зарегистрировали уже полторы тысячи случаев. Такие массовые вспышки кори в Украине регистрировали трижды. Последнюю – шесть лет назад. В Минздраве говорят, все из-за низкого уровня вакцинирования. В 2016 году было, как говорили, 45% вакцинованных, а уже сейчас 88%. И причин несколько. Многократно переносились сроки поставок вакцин в страну. Из-за этого срывались и графики прививок. Вторая причина – родители не доверяют качеству вакцин и боятся прививать детей. Даже готовы липовые справки покупать. Причиной страха стала смерть 17-летнего Антона Тищенко из Краматорска 10 лет назад. Тогда СМИ сообщили, что парень умер именно после прививки от кори. И хотя экспертиза доказала, что это не так, был большой резонанс. Это такой самый фейк, который мы говорим, что вакцины – причиной аутизма. Но после этого случая в Украине началась масштабная кампания против вакцин. Сейчас это движение несколько приутихло, но противников прививок все равно достаточно. Богдана – одна из них. У нее двое сыновей – 9-летний Стас и 5-летний Денис. Она не сделала им ни одной прививки. Я знаю людей, у которых ребенок 2 годика говорил, нормально развивался, ходил. Ему сделали прививку, он перестает говорить. То есть такая, не знаю, русская рулетка, что ли. Говорит, ее дети еще ни разу ничем серьезным не болели. Максимум – легкой простудой. Но врачи уверяют, русской рулеткой может стать отказ от прививки. Самое страшное, что может быть, это ситуация, при которой в обществе половина прививается, половины нет. От кори должно быть привито не менее 90%, идеально 95-98% всех жителей. В Минздраве уверяют, вакцины бояться не стоит. Она качественная, бельгийская. Сейчас в больницах есть около полумиллиона доз. Пока достаточно. Весной обещают еще миллион вакцин. Из-за вспышки кори количество желающих сделать прививку увеличилось в три раза. Только в этом столичном центре медико-санитарной помощи каждый день принимают сотни детей. Ирина сделала прививку и себе, и своим трех детям. Нам сейчас 6,5 должны сделать ревакцинацию. И ничего страшного я в целом не вижу. Основным противопоказом – это непереносимость или аллергическая реакция на белок, яичный белок. Той самый энцефалит, если мы говорим, как ускладение щепления, то это 0,0,0,25%. А если мы говорим, как ускладение при хворобе, то это 0,2%. О прививке стоит подумать и взрослым. А чтобы понять, нужна ли она, можно сделать анализ крови на наличие антител. Если центр будет продолжать работать в таком же режиме, то вакцин от кори хватит на месяц. Они хранятся вот в таких холодильниках. На каждой есть термоиндикатор. Если вакцина будет находиться длительный час в не том температурном режиме, что нужно, термоиндикатор будет изменять свой колор, и потом он станет одного колора с серым фоном. Это будет означать, что вакцину не можно использовать. Хотя в Минздраве и уверяют, что в Украине вакцин от кори достаточно, в Закарпатте их нет. И это при том, что там только в январе заболели более 600 человек. Если мы говорим за прошлый год, то нам было поставлено всего на всего 29,3% от потребной количества в процентах щеплювального материала. Мы запросили более 80 тысяч доз. А сколько нам пришлют, мы не знаем. У нас есть вакцина против полиомиелита. Тут ИПВ, инактивована полиомиелитная вакцина. Вакцина БЦЖ в коробках, дифтерия и правца. Половину детей в Ужгороде так и не смогли вовремя вакцинировать от этих болезней именно из-за срыва поставок. Еще несколько сотен отказались от прививок. Несмотря на количество заболевших корью, школы и детские сады пока не закрывают на карантин. У некоторых деток нет щеплений, но на это есть соответствующие причины. И дозволь на отведение садов на сегодняшний день дают лекарям. Но в некоторых областях от родителей требуют справки о прививках. Или же советуют оставить непривитых детей дома. А Ульяна Супрун сегодня предложила депутатам принять национальную программу иммунизации. А также усилить ответственность за отказ от вакцинации. Ведь украинцам грозит эпидемия не только кори. Это может быть и кашлюк, который надзвичайно небезопасен для детей. Так само это дифтерия. С дифтерией надо привиться три раза минимум подряд, потом еще раз через год. И потом каждые 10 лет вакцинироваться. Поэтому с дифтерией так быстро создать у всех иммунитет не получится. Иначе Украина рискует пополнить ряд стран третьего мира. По уровню заболеваемости уже давно побежденных болезней. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Марина Коваль, Жанна Дучак, Геннадий Аникеенко и Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер.